Барлашин Сергей Луч Глава третья Наступило солнечное утро. Мальчик потянулся, и под его весом зашелесела трава. Пение птиц доносилось со всех сторон. Солнце пробивалось сквозь листву и весело плясало с зайчиками у него по лицу, когда он оглядывался вокруг. В первое мгновение пробуждения он не понимал, где находится. С просудня даже почудилось, что он встал с кровати. Но, открыв глаза, он понял, что оказался в лесу в окружении частых деревьев возле одного очень крупного. Несколько человек не хватит, чтобы его обхватить, взявшись за руки. В животе заурчало. Где-то здесь вчера он неплохо подкрепился. Мальчик рассудил, что если наутро с ним до сих пор все в порядке, значит плоды вполне годны для пищи. Пошарив вокруг себя, без труда нашел целых пять плодов. Утренняя свежесть заставила его немного позявнуть. Собрав остатки сухих дров, положил в кострище и принялся неторопливо раздувать угли. Первое сероватое облачко. Пепло взметнулось и попало в лицо. Мальчик рукавом оттер лицо и заметил знакомый камень. Пока тот не стал светиться, он вскоре вытащил его. Осторожно обернул крупным листом и положил в карман свою удивительную находку. Ветки задымились и вскоре первое пламя согревало его руки. Небольшого костра хватило, чтобы почувствовать себя вновь уютно под кромами необычайно диковинного дерева. Самый крупный фрукт-орех ребенок с аппетитом съел довольно быстро, тут же очистил второй и продолжил завтрак, но уже медленнее и со вкусом, попутно размышляя, что делать дальше. Покончив завтраком, встал в рост, слегка тряхнулся, затоптал угли, проследил, чтобы не попали на корни этого какого-то чудо-дерева. Потянулся и покинул временное ночное пристанище, следуя противоположному склону направления, по которому волею судеб пришел вчера. Бодро и быстро, семеня по лесу, вскоре он подошел к краю большого обрыва. С высоты птичьего полета его взгляду открылись просторы неописуемой красоты, родившие первый звук за это утро. Ого! Далеко внизу всю округу покрывал густой ковер из разнообразных переливов зеленых цветов леса с холмами и впадинами. Его пересекали реки, озера и небольшие скальные образования, гораздо ниже тех на самом краю, на которых он сейчас стоял. Завораживал дух, уходящий вдаль горизонт, зрения не хватало, чтобы его объять. Воображаемая черта словно таяла в серых, голубых и дымчатых тонах. Насколько хватило прекрасного зрения мальчика, он приметил засниженные вершины гор на границе своего зрительного восприятия, чередующиеся с воображением. Потрясенный таким пейзажем, он не сразу заметил очертания, скрываемые дымчатой завесой легкого тумана, деревню. Облегченно вздохнул и решил направиться к ней, ибо альтернативы этой светлой идеи в голове не возникло. Было решено спуститься. Выбрав склон поположе, он, хватаясь за молодую поросль среди камней, уверенно, но осторожно спускался, пока совсем не запыхался без сил, цепляясь за все, что казалось устойчиво. Пару раз каменистый посыпь крупными валунами укатывалась у него из-под ног, но он крепко держался руками за ветки, непоколебимо спускаясь дальше, пока не достиг самого низа. Вот теперь он шел сравнительно бодро, обходя препятствия, ведь сон на свежем воздухе придает много сил и энергии. Однако очень хотелось пить-то и просто умыться, а в одных процедурах думать не приходилось. Зычный удар по дереву раздался довольно неожиданно. Размышляя и дальше, мальчик не сразу замедлил ход. Тут же второй такой же звук удара, донесшийся не более чем в пятидесяти метрах, заставил его остановиться и прислушаться. Ну, наконец-то! Сорвалось с губ нагулявшегося вдоволь по лесу ребенка. Люди! Мальчик ускорил шаг. Второй не менее звонкий удар дал ему точное направление и уверенность в скорой встрече с мамой и папой. Он хотел сорваться на бег. Звуков больше не шло. Ускорив шаг еще немного, услышал журчание ручья. Очень вовремя проговорил тихо и заулыбался мальчик. Ручей промелькнул из зарослей. Потом предстал во всей красе маленький, но достаточно быстрый, чтобы его услышать. Ребенок шел, не зная, чему больше радоваться. Вероятной встрече с людьми или источнику воды. Жажда взяла вер. Присел на камни, протянул руки и зачеркнул полные ладони воды. До чего вкусной показалась ему вода. Пусть ледяная, зато в избытке и очень чистая. Он наскоро напился, умылся, и его самочувствие гораздо улучшилось. Ситуация уже не представлялась экстремальной, как это было вчера с наступлением темноты. Не утирая лица, мальчик быстро вскочил и побежал вдоль ручья, к дереву, лежащему поперек потока воды. Сухой ствол оказался перерублен двумя ударами наискось с двух сторон. При падении он лег ровно поперек ручья. Срезы изумительно ровные, должно быть, сделавший эту работу человек очень ловок. Вступив на импровизированный мост, мальчик, балансируя руками, прошелся до конца и спрыгнул на примятую траву. Через десяток шагов он остановился, поднял голову и наткнулся на изучающего взгляд сер голубых глаз. «Доброе утро! Меня зовут Луч!» «Голос!» – тот же махнул головой и сказал ответ мужчина. «Рад знакомству!» – отвечал Луч. Уже внимательно разглядывая его внешний вид. «А вы, наверное, лесник?» Мальчик это предположил, приметив длинную ручку топора за спиной нового знакомого. Коричневое, замшевое пальто плотно сидело на нем поверх темно-зеленой сорочки. Серые штаны были заправлены высокие по самое колено сапоги. Голова его была не покрыта с темными, довольно длинными волосами. Была и опрятная борода, но небольшая. Взаимно так меня еще никогда не называли. «А кем ты будешь Луч?» «Глядя на то, как ты прочудливо одет, можно сделать вывод, что с тобой случилось нехорошее», – парировал Головус. «Я еще ученик. Недавно приехал сюда с родителями на лето. Вчера утром вышел на прогулку в лес и заблудился», – признался мальчик. «А, ну, ничего, в наших краях такое бывает», – одобрительно кивнул Головус. «Сейчас я как раз возвращаюсь домой, я живу в деревне, в Лохоне. Если хочешь, ты можешь пойти со мной, а там уже сам смотри, куда тебе». «Спасибо», – благодарно произнес Луч. «Если бы не вы, плутать бы мне сейчас тут не весь сколько. Малахоня?» «Не слышал о такой деревне, но ты все равно заплудился». «Да, но знаешь, парень, не знаю еще ни одного человека, который бы заплутал надолго в наших краях». Поворачивался к нему спинной Голос и продолжал уже на ходу. «По обе стороны леса, к которому мы сейчас находимся, текут рейки. И, помимо этого, много ручьев, в них впадающих. Если идти по течению, всегда выйдешь к поселениям». Луч последовал за ним, отмечая про себя небывалой красоты топор на спине провожатого. Темная рукоятка топора была скорее выполнена из моренного дуба. Ее ярко очерченный рисунок отчетливо выделялся по всей длине, которая составляла чуть больше метра. На вороненом топорище выгравирован сложный рисунок, представляющий собой переплетение веток, любовых листьев и каких-то неизвестных символов. «Очень красивый у вас топор!» Голос восхищенно промолил мальчик. А мужчина обернулся наполовину и улыбнулся. «Этот топор мне передал мой отец, когда мне исполнилось полных 20 лет. Ему передал его отец, мой дед. Моему деду передал топор его отец, то есть мой прадед. Моему прадеду передал этот же топор его отец». Голос улыбнулся еще шире, смотря перед собой. «Ой, и так можно долго продолжать!» «Семейная реликвия, получается, а кто-нибудь из ваших предков был дровосеком?» спросил мальчик. «Из всех, кого я перечислил, нет. Деревьях, конечно, было свалено этим инструментом великое множество, но исключительно в благородных целях. Постройка дома, например. Но мы не делали это своим ремеслом», заключил обладатель предмета диалога. «Вот как интересно!» Заметил луч и с практического любопытства продолжил спрашивать местного человека. «Скажите, а вы знаете озеро?» Вон в той стороне за тем большим утесом. Оно находится в лесу рядом с маленькой быстрой рекой. Деревня находится как раз в 15 минутах от лесного озера. Там я и живу со своими родителями. Весной не купили там дом. «Странно. В наших краях люди дома ставят сами, из дерева. Если кто не может поставить, сам просит помочь соседа или других знакомых». «Да и кто согласится продать свой дом?» Риторически заметил голос, продолжая. «За тем большим утесом, что ты мне показал, находятся холмы. Дальше горы, все они усеяны лесом. Да, только я не знаю, там ни одного озера. Тем более рек ни разу не видел. Так, ручьи до омуты небольшие. Судя по тому, что ты мне сказал, ходишь по лесу ты уже второй день. До ближайшего озера отсюда пять дней пешего ходу и явно в противоположную сторону от великого утеса». Луч шел сзади и внимательно слушал голос, продолжал. «В этих местах ты совсем недавно, может, заплутал, несколько раз сбился с пути, что-то перепутал? Такое у нас тоже бывает». Они шли некоторое время в тишине, так что Луч успел хорошенько обдумать услышанное и сопоставить со своим маршрутом. В любом случае, выходило на редкость необычное путешествие. Сначала лошадь, потом лихая скачка на ней, совсем неестественный ландшафт для этих краев, равнина, но никак не высокие холмы и горы. Всять даже зеленые камни в его карманах? С таким природным явлением он никогда не сталкивался прежде, даже не ведал о нем из книг и прочих источников информации. Те же загадочные орехофрукты, что, кстати, тоже лежали в его карманах. О голову себе! И говорить нечего, начиная от странной одежды до легкого, неизвестного акцента в голосе. Все казалось нетипичным, не таким, как мальчик привык видеть в повседневной жизни, будь то город или деревня. Может, вы будете так добре и отведете меня хотя бы к тому ближайшему озеру, о котором сказали. Вероятно, я и прямо что-то сильно перепутал, проведя ночь под открытым небом. Наконец сказал мальчик. Несомненно, отведу туда, куда скажешь. Не дело ходить парню твоего возраста одному по лесу. Мало ли здесь разбойников шастает. Так-то, конечно, не шастают здесь вот именно, но мало ли. Спустя пару часов лес закончился, и они вышли на край широкого поля, заросшего высоким, сочным клевером. В середине поля располагалась деревня, без столбов электричества, без дорог, колодцев и то не было. Зато вместо них посередине деревни текла узкая, несколько метров, рычушка. Войдя в нее, луч увидела, как странно одетые местные аборигены подходили с черпаками и ведрами к реке и набирали воду прямо оттуда. Вдоль все реки стояли забавные одноэтажные деревянные дома с высокими крышами и с такой же деревянной черепицей, сведенными широкими конусами к небу. Через речушку на другую сторону они прошли по полукруглому деревянному мосту из плотно пригнанных друг к другу бревен. Невооруженным глазом было видно, здесь живут умелые плотники. Они прошли дюжину домов и остановились у свежевыстроенного дома по такой же технологии, как и все вокруг. Вошли во дворик, оказавшийся замечательным садом из деревьев, кустов и прочих плодоносящих насаждений и оказались вплотную к закругленным наверху двери. Над дверью жилища Головуса мальчик прочел крупную резную надпись «Здесь живет Головус плеч». Странник и следопыт, сын ловчего Терруса. Внутри жилища стоял едва уловимый запах еды. Головус сразу предложил перекусить с дороги. Мальчик хотел ответить, но в образовавшейся тишине его опередило громкое урчание в собственном животе. Вполне красноречивое согласие, заметил Головус. И предложил садиться за массивный деревянный стол, стоявший в середине сала. Напротив места, где он сел, был аккуратно выложен из разных по форме камней камин. В доме было всего два окна, тоже круглые. Они располагались друг напротив друга, вполне достаточного размера, чтобы было светло. Позже луч догадался. Одно окно выходило на восход солнца, а противоположное на закат. В двери тоже было маленькое окошко, и она располагалась на западе. Так что, когда солнце шло своим путем, луч света очерчивал все помещение по дуге. На столе хозяин дома выложил большой кругляш сыра, кувшин с молоком, бадьон меда, тарелку полной разнообразных орехов, среди которых лучу. Показался знакомым только лесной орех, но он был каких-то неестественных размеров, аж со сливом. Потом хозяин извлек из специального шкафчика обвяленную рыбу, овощи и прочее, ранее неизвестную разнообразную смесь. Но живот мальчика снова напомнил о себе, а его рот наполнился слюной. Ну, вступил в голову, усевшись на самый крупный резной стул, по-видимому предназначавшийся главе стола. Отведай моей кухне, будь лучшее, что есть для гостя. После обильной обеденной трапезы мальчик допил стакан молока из фигурной глиняной чашки, следом отодвинул пустую тарелку и выразил благодарность на всех известных ему словах в этой области. А когда закончил, вспомнил, в карманах у него лежат те орехофрукты, найденные в месте ночлега. Несмотря на разнообразие фруктов и овощей, хранящихся в доме головуса, таких, какие он нашел и употребил в пищу, точно не было. Вот, смотрите, может вы знаете, что это за плоды, я вчера нашел их в лесу и съел парочку. Признаться, до поры никогда их не встречал, надеюсь, они не ядовитые. С этими словами он положил все фрукты на стол. Откинувшись назад на спинку стула, головус в этот момент навалился на поручень и продолжал жевать орехи, взятые предварительно в горсть. Стоило находкам мальчика коснуться стола, он наклонился вперед. Мальчик перестал жевать и с нескрываемым интересом уставился прямо на них. На мальчика, потом снова на плоды. Откуда они у тебя? С каким-то театральным удивлением и усиленным возбуждением спросил мужчина. Из леса. Мы недалеко от этого места и встретились. Простодушно и скоро ответил луч, а потом резко переменился в лице и с ужасом, полным сомнения, голосом попросил. А что, они ядовитые? Отнюдь, мой друг, отнюдь. Это бесценный дар. Ты даже не представляешь, как давно я их ищу в этих краях. Глаза странника и следопыта по имени головус медленно опустились вниз и сделали стеклянные. Где-то глубоко в них сейчас разгорался огонек. Огонек воспоминали. Потом зеницы его заблестели и оживились. Здесь он продолжил. Грустно улыбнулся в воспоминании и продолжил уже без тени улыбки. Однажды в моем родном городе Мализерн. Последний день лета мы втроем пошли на прогулку за черту нашего поселения. Погода стояла солнечная и мы ушли далеко от дома, потеряв счет времени. Был праздник, день щедрой сборницы. Последний день до скорого сбора урожая. Все жители собирались под вечер и гуляли на Виноградной площади с вечера до глубокой ночи. Ведь, по поверьям, чем длиннее ночь гуляния, тем лучше выдастся урожай. Хоть и все понимали, что последний день ничего не решит, но таков был обычай предков. Праздник начинался к вечеру, когда темнело. Разжигались большие костры, множество факелов и ламп. На Виноградной площади становилось так красиво, светло и уютно, что... На это приезжают посмотреть со всей округи. Солнце клонилось к горизонту, мы шли назад, но нас все равно застали сумерки. Это ничего, в родных краях даже... Солнце клонилось к горизонту, мы шли назад, но нас все равно застали сумерки. Солнце клонилось к горизонту, мы шли назад, но нас все равно застали сумерки.